Аэропорт Гагарин начал работу почти три месяца назад. В наследство от Центрального воздушная гавань в Собуровке получила и расписание. 90% рейсов в столицу. То есть в другие города страны приходится добираться через Москву. Расширение маршрутной сетки – это шаг вперед. Еще один пока только в планах. В регионе надеются, что Гагарин получит статус узлового аэропорта. Это позволит удешевить авиабилеты. Узловой аэропорт – это тот аэропорт, который имеет стыковочные рейсы, который соединяет другие, менее значимые аэропорты. На сегодняшний момент в Российской Федерации 19 узловых аэропортов. Министерство транспорта Российской Федерации поддержало предложение Вячеслава Викторовича. Сейчас в стадии согласования находится постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы наш аэропорт Гагарин стал 20-м узловым в Российской Федерации. Сейчас из Гагарина можно улететь не только в столицу, но и в Санкт-Петербург. К услугам пассажиров – аэрофлот, его лоукостер «Победа», «Севен», «Пегасфлай» и иркутские авиалинии «Ир-Аэро». В Дубае каждый четверг летает «Ройл-Флайт». Два-три раза в неделю всех желающих улететь в Сургут переводит «ЮТЭР». Рейсы в Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Минводы заработают с 19 ноября. Перевозкой пассажиров на этих направлениях займется «Ир-Аэро». Маршруты получат региональную субсидию в 61%. На эти цели планируется потратить больше 36 миллионов рублей. При службе «Ир-Аэро» подчеркнули, что речь идет о полетной программе, рассчитанной до 31 декабря этого года. На самом деле мы отслеживаем реакцию в различных форумах, соцсетях, видели по инстаграмму. Нас буквально благодарили наши будущие потенциальные наши пассажиры за открытие данных направлений, потому что люди ждали, когда они смогут нормально без пересадки в Москве или где-то еще напрямую улететь на юг. И тут же высказывают какие-то предположения, дополнительные просьбы о новых других рейсах, прямых рейсах, дешевых рейсах. И мы тоже присматриваемся к этим пожеланиям, потому что, может быть, в будущем мы возьмем их в работу, и тоже какие-нибудь рейсы достаточно востребованные, достаточно часто задаваемые вопросы, может быть, и откроем, и отработаем. Что касается конкретно этих направлений, то заявка в Росавиацию уже подана, то есть мы хотим в следующем году субсидируемые рейсы, вот эти существующие, запускаемые, продолжить. Посмотрим, какова будет реакция Росавиации, подтвердят, не подтвердят нам это пожелание. Но, тем не менее, мы хотим заявить, что мы надолго сюда пришли. Мы продолжим работу по субсидированию. Когда нас признают узловым, будем рассматривать совместно с Росавиацией возможности расширения дополнительной географии полета и снижения стоимости перевозок. Этот процесс, он постоянный, он живой, и в течение года какие-то маршруты могут прекратить свое субсидирование, какие-то вестись новые в рамках получившейся экономии федеральных средств, либо областных. Поэтому здесь мы будем работать над совершенствованием нашей маршрутной сети совместно с авиакомпаниями, совместно с Росавиацией. Всего на сайте Росавиации в списке субсидированных региональных перевозок на этот год 242 направления, где участие областного бюджета варьируется от 30 до 61%. А есть направления, например, такие как Иркутск, которые полностью финансируются из бюджета федерального. Саратов на фоне других городов пока выглядит скромно. В лидерах – Новосибирск, Казань и Красноярск. География полетов в каждом из них охватывает порядка двух десятков российских городов. И все же для Саратовской области открытие четырех дополнительных направлений – долгожданные события для жителей. Но этого недостаточно. Появятся ли в следующем году новые маршруты, которые в перспективе могут стать участниками программы субсидирования? И будет ли областной бюджет финансово поддерживать перевозки по уже имеющимся четырем направлениям? Ответа на эти вопросы пока нет.